Это кадры, снятые на Чуркине, недалеко от 42-го причала. Трое несовершеннолетних без какого-либо сомнения запрыгивают на движущийся состав и, уцепившись, едут на нем. Такое опасное увлечение в молодежных кругах называют зацепингом. И уже несколько лет оно покоряет разные города России. Это все-таки поиск новых ощущений обуславливается с тем, что дети очень мало дифференцируют свои чувства. Они не понимают, что они чувствуют, они не понимают, как им себя вести. У них немножко смазаны базовые нравственные какие-то потребности. Железнодорожные пути – зона повышенной опасности. И порой поиск новых ощущений заканчивается плачевно. 10 июня в Надеждинском районе четырех детей сбил локомотив. Несовершеннолетние прогуливались по путям и не заметили приближающейся опасности. В итоге два мальчика и девочка погибли. Еще одну пострадавшую доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Возраст этих детей от 10 до 12 лет. Однако за 2017 год это был не единый трагический случай. На сегодняшний день мы имеем рост детского, к сожалению, травматизма. Травмировано пять детей. Три из них травмировано смертельно, трое деток. Вот такая грустная эта статистика. 2017-й уже побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге. С января зафиксировали 36 случаев, 23 из которых со смертельным исходом. По правилам запрещено даже выходить на железнодорожные пути, не говоря уже о том, чтобы по ним передвигаться или седлать проезжающие поезда. Но часто ради сокращения пути или просто банального развлечения или экстрима этими правилами пренебрегают. Причем не только дети, но и взрослые. Машиниста, который бы не применялось на торможение по совершению наезда. Вот когда видите человека перед поездом, вы что чувствуете? Ну, страха не чувствуешь, но чувствуешь какое-то напряжение. Так как неизвестно, что от него ждать. Выход на ЖД пути и проезд, зацепившись за состав, карается штрафом в размере всего 100 рублей. Однако сейчас в первом чтении уже приняли закон увеличить эту сумму до 5000. А 17 марта 2017 года президент подписал указ об уголовной ответственности для зацеперов. Теперь любителям такого экстрима грозит до двух лет лишения свободы. Правда, по статистике большинство зацеперов – это дети до 18 лет. Им наказание в виде лишения свободы грозит маловероятно. Максимум – постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а родителям штраф. Сотрудники РЖД совместно с МВД регулярно проводят рейды по железнодорожным путям. А также устраивают всевозможные конкурсы, лекции, круглые столы по школам и детским лагерям на тему безопасности на железной дороге. Однако, по их мнению, зачастую дети просто не знают страха и не понимают, каким последствия может привести такая шалость. Мы ведь сейчас получаем целое поколение детей, которые выросли на гаджетах практически с года. И для них реальность жизни, она закладывается с детства через экран. Поэтому игры компьютерные, где смерть возвратна, просто некоторые не знают, что она конечна. Тем временем, все чаще в интернете появляется видео, где молодые люди играют со смертью, цепляются за движущиеся вагоны, залазят на них сверху, ложатся на рельсы во время движения состава или перебегают перед движущимся локомотивом. И все это по большей части ради очередного селфи. Сотрудники РЖД просят родителей внимательнее относиться к своим детям и заботиться о их безопасности. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.